Ребят, всем привет! Настало время, наконец-то, записать видео про то, как я сходила на Бахмур, потому что это действительно такой поход, о котором хочется рассказать прямо в формате видео, и скорее, наверное, сделать это больше как некий видеодневник, чтобы потом пересматривать и вспоминать, потому что это действительно прям офигенно кайфовый поход. Бахмур — это гора, самая высшая точка, я как помню, Челябинской области, ну, высота там 867, по-моему, метров, ну, она особо невысокая, вот, и собирались туда пойти большой командой, но в итоге пошло всего 3 человека, и, в принципе, мы и не расстроились, вот, и поход состоялся удивительно насыщенный на приключения, на события, и почему я люблю походы? Потому что там происходят события больше, чем в городе, потому что в городе ты сидишь, работаешь, там, да, вот, а на природе случается больше событий, хотя, по идее, ты просто свалил там куда-то на 100 километров просто от жилого места, а там просто вау, там просто изобилие каких-то событий, вот, и это очень здорово. То есть, чтобы забраться на гору Бахмур, это нужно доехать до деревни Сухая Атя, то есть, допустим, из Аши ходит автобус, Аша это мой родной город, поэтому мне, ну, нам было не трудно добраться, все мои друзья тоже были в Аше, вот, и потом мы доехали до деревни Сухая Атя, взяли рюкзаки и двинули в гору. На самом деле, у меня были некоторые, конечно, сомнения по поводу того, смогу ли я дотащить тяжелый этот рюкзак, там, со спальником, палаткой, пенкой, что надо было 5 литров воды нести на ту же это пункта, и то есть, меня это немного пугало, но когда я подняла рюкзак, он оказался совсем не тяжелым, и, в принципе, все было довольно-таки кайфово. Лужа для утреннего кофе, сейчас будем набирать. Мы разговаривали, я там ребятам рассказывала о голодании, вот, и о том, как прошел, прошли там 3 дня голода, и тут мимо нас проезжают 3 машины, 3 машины, 3 Нивы, Патриоты, это грязь на машинах, короче, вот эти, ну, не то, что не спортивные машины, короче, машины, типа, которые, я в этом не разбираюсь, которые любят там вот из всяких вот этих калии выехать, вот это по горам ездить на машине, нахрен раздолбать ее, вот, чем больше они ее раздолбывают, тем ярче у них горят глаза, потому что это прям ребята были бы, со стороны смотрели, это было, это я рассказываю к тому, что ребята нас подхватили и решили довезти до подножия самой горы, поэтому нам очень-очень повезло, что мы встретились с этими ребятами, потому что они довезли нас до подножия горы, а мы потом показали им дорогу уже на вершину. При нас они, мы кучу раз застревали в ямах, вытаскивали свои машины, это было нереально круто ехать, ехать вот по этим вот ямам каким-то, по камням, по каменной реке. Писец, пиздец. Да и видно было, как ребятам тоже это нравится, как у них там горят глаза, у кого-то там оторвало зеркало, у кого-то оторвало антенну, они прям это, о, классно сейчас, типа громотают, там давайте, давайте, там кто-то сделает, давайте, там, короче, было нереально круто, вот. Также они предложили помочь донести нам воду до вершины, потому что их было, по-моему, человек 8, наверное, может даже больше, вот, и они, соответственно, донесли воду вместе с нами, ну, то есть они нам очень помогли, потому что они оставались без ночевки, они просто заехали на вершину, постояли на вершине и поехали уже домой. Вот, а мы остались, естественно, там на ночевку. Мы, короче, вышли на подножие горы, и там была такая местность, можно сказать, немного болотистая, потому что там была очень мягкая почва, это такое высохшее болото, однако идти по нему было немного неудобно, потому что оно, это, знаете, как будто ты идешь по вате, по какой-то, то есть такая, ну, то есть там была и не мокрая земля, а именно какая-то такая мягкая. И самый прикол был в том, что это все поле было усыпано голубикой. Мы вот так вот просто останавливались, ели все голубику, ее там было очень много, я, кстати, ну, не часто ем голубику, и поэтому для меня это тоже было очень круто, здорово. Потом мы пытались найти дорогу на саму вершину, немного поблуждали, но в итоге уже дошли наверх, уже на саму вершину Бахмур, там, где находится крест. Мы, конечно, обомлели от красоты, которая там была, и там как бы есть вершина, а также есть еще место под этой вершиной, ну, там совсем рядом, там буквально на лестнице люди забирались, спускались, и внизу уже там развели костер, то есть там было очень удобно разместиться именно, как сказать, начать готовить, потому что там такая как бы полупещера, да, ну, то, что полупещера такой вход, очень удобный, там камушки расположены, знаете, как полочки, и внизу такой столик, ну, прям реально из камня, то есть там так все как сделано, как природная кухня какая-то, мы еще угарнули, что-то прямо хай-тек какой-то, вот. Затем эти ребята, которые с нами ехали, они ушли, уехали домой, вот мы остались, кто-то там лег спать, я, естественно, тоже осталась на вершине, то есть она состоит из таких крупных камней, думаю, вы уже видели, я показала, и в чем прикол в том, что я легла вот так просто на камень, подстрелила пенку, укрылась спальником, и я просто прониклась в энергетику этой горы, я уже была, ну, у меня есть с чем сравнить, я была на Жираткуле, на Еремеле, и если вот на Еремеле, это, знаете, такая энергетика какого-то старца мудрого, да, какого-то отшельника мудрого, то, ну, знаете, такие энергии Шивы какого-то, да, Шиваицкие такие энергии, аски-то какого-то, да, такого жесткого, то бахмур — это очень приятные какие-то энергии отеческие, как будто ты пришел в гости к папе, который вот так тебя обнял, и эта энергия какая-то исцеляющая, как подорожник, как бед сквозь тебя вот так потоком идут, и, знаете, как энергия какая-то целительская, я бы сказала, я, конечно, не была там, у меня нету богатого опыта там какого-то целительства, да, но такое ощущение, как будто вот исцеляющие энергии сквозь тебя проходят, и ты вот просто погружаешься в них, растворяешься в них, и все внутри тебя просто не хочет отрываться и уходить, просто ты вот так лежишь, как в санаторном каком-то на курорте, и тебя просто вот энергия гора лечит, это так круто, и действительно я такие энергии, не знаю, может быть, немножко энергия, немножко, вот я сейчас как бы сама только приехала из Аркаима, да, записываю видео, и может быть, немножко на энергии Аркаима похожи, но Аркаима, они не такие четенькие, я бы даже сказала, немножко чуть-чуть другая, немножко другая, но чуть-чуть похожа, вообще я бы сказала, что это по-другому, если говорить, это энергия открытого сердца, вот, это энергия, когда с вами рядом находится, например, человек с открытым сердцем, любой человек рядом с человеком с открытым сердцем начинает исцеляться, вот, и это тоже самое, это кучейку, там вот энергия открытого сердца, и ты в них просто растворяешься, вот, мы немного отдохнули, полежали, потом решили, а мы там приготовили покушать, поели, вот, потом, Уже вечерело. И мы решили пойти встретить закат. Наш проводник Кузя, он как бы знал уже эту местность из нас троих. Там еще со мной вместе Катя была, я и мой друг Кузя. И он подвел нас уже на другую смотровую площадку, с которой мы встречали закат. Конечно же, там, опять же, нереально красиво. Вот я вам видео показываю. Короче, мы там помедитировали тоже немножко, покидали и сделали такую практику. Есть освобождение от обид, когда ты берешь камень и кидаешь его с обрыва. Вот, и мы решили, ну как бы, я не знаю, нас как-то так одновременно подхватила эта идея. Мы как бы брали камни, визуализировали какие-то старые травмирующие ситуации, обиды и так далее. Просто кидали их с обрыва в закат, и солнце забирало все это с собой, короче, в закат. И это было довольно-таки символично. Вообще, кстати, забыла вам еще сказать, что до этого мы ходили как раз-таки гулять по лабиринтам, вот этим каменные лабиринты. У меня как раз вот видео, где я там угораю, это как раз-таки с этих лабиринтов. Мы идем за лесой. Если эти лесные животные, то только такие. Не, ну надо зайти, наверное. Толстая жопа. У меня нет, снимай. Толстая жопа нельзя. Иначе не пробейся. И вообще идея путешествовать вот в таких вот кинг-игрухах, это была, конечно, идея Кузи. Я у него эту идею благополучно стырила. Вот, я у него попросила сфоткаться в его костюме лисы. И мне так это понравилось, что я приехала в Уфу и сразу же заказала себе вот этот костюм единорога. Вот, и теперь думаю, что путешествовать я уже буду в нем. Ну, хотя сейчас уже осень близится, поэтому, не знаю, может быть, в следующем году. Хотя вот я вот уже из него просто, можно сказать, не вылазил и решила даже видео записать в этом костюме. Уже это традиционно символично. Я в Аркаиме весь поход в этом костюме проходила. Ну, весь, всю дорогу. Вот, и он вот такой. Да, вот. Меня, кстати, сразу же несколько человек спросили. Я заказывала это на Вайлберисе. Вот там один магазик, в котором, в принципе, мне кажется, он даже основной, в котором эти костюмы продаются. Качество супер. Вот, ну ладно, я не буду, это не реклама. Просто вы спрашиваете, поэтому я и говорю. Затем мы пошли спать. Не, мы не пошли спать. Мы пошли ночью жечь костер, жарили на костре маршмеллоу. Я впервые жарила на костре маршмеллоу. Я только слышала об этом. Оказывается, что это просто нереально вкусно, блин. Это вот круто. Реально, если будете ходить куда-нибудь в поход, берите маршмеллоу, жарьте на костре, вы поймете, о чем я. Потому что это какая-то нереальная просто сладость, уровни опять звезд Мишлен. Затем на нас уже стемнело, и на нас с Катей навалился страх, короче, того, что нас сейчас сожрут медведи. И мы сидели вот так вот просто. Я, по крайней мере, точно с каждого звука, типа, блин, медведи, медведи. Обычно я не боюсь, я вроде каждый год там куда-то выезжаю на природу. Но когда ты долго сидишь в городе, и потом первый раз за долгое время вылазишь на природу, у тебя начинает вот этот страх, короче, животные. Когда-то один на природе, еще 15 километров, в лесу отдали от единственного жилого пункта. Ну, короче, да. Вот. И прям было страшновато. А, и, кстати, именно из-за этого мы поставили палатку прямо на вершине горы, рядом с обрывом. Потому что у нас одолела идея того, что на вершину медведи не залезут, и что мы там в безопасности в полной, рядом с обрывом. Мы еще всю ночь скакали, там есть еще такие, ну, знаете, там камни, они вот так вот рядом друг с другом, типа, стоят. А тут, короче, между ними, я говорю, мы вот так вот еще перескакивали полночи по этим обрывам. Мне попалась такая смелая Катя, что она поддержала идею поставить палатку на вершине горы. Я говорю, ну, блин, а когда мы еще поставим палатку на вершине горы рядом с обрывом? Это же круто! Это же круто, говорю! Надо выбирать, чего бояться в этой жизни. Это единственная власть, которую мы имеем. Я говорю, я выбираю бояться высоты, а не медведей. Потому что мы на вершине, медведи нас не достанут, будем просто лежать в палатке и бояться высоты. Вот. Катя поддержала. Она говорит тоже. Мы будем бояться лучшей высоты, чем медведей. Немного о том, где мы поставили палатку. Идея поставить палатку на вершине горы была моей. И это было отличным решением. Красота. Красота. Ну, в принципе, ничего плохого, как бы. То есть, ну, понятно, да, мы поставили палатку рядом с обрывом. Ветра ночью не было. То есть, от камней, в принципе, холодно не было. Мы спали на пенках, были все утеплены нормально. Вот. И, соответственно, мы там не пили ничего. Поэтому были абсолютно... Если бы, конечно, кто-то выпивал, я бы ни за что бы не рискнула поставить палатку на обрыве. Потому что это уже, конечно, утраивает риск. Вот. Но если все люди адекватные, все нормально, то, в принципе, в безопасности все хорошо и прошло. И это еще не все. Дальше самое интересное. Потому что мы, ну, вот уже как бы встретили закат. Пожарили маршмеллоу. И на какой-то момент я отошла от нашего лагеря. Я подняла голову в небо. И у меня от страха, именно от страха красоты, которую я увидела над головой, реально просто онемели ноги. Онемели коленки. У меня подкосились ноги, потому что я увидела нереальной красоты неба, нереальной красоты космоса. Потому что, во-первых, это был август, это середина августа, это время звездопада. Это время, когда Млечный путь видно лучше всего. Это была безлунная ночь, это была безоблачная ночь. И мы видели космос, мы видели Млечный путь во всей его красе, в которой только можно увидеть. И это было такое чувство, когда ты смотришь, и это страшно красиво. Это именно страшно красиво и неизведанное. И это не просто небо, которое мы видим обычно. И здесь ты поднимаешь голову. Во-первых, все чувства еще обустроены несколько раз. И ощущение, как будто ты смотришь на что-то живое, таинственное, потустороннее. И этот страх, как будто ты смотришь вроде бы в звездное небо с Млечным путем. А ощущение, как будто ты смотришь на что-то живое, с чем можно общаться, с чем можно контактировать, с чем можно разговаривать. И это нереальное чувство, вот это страх, это соприкосновение с чем-то потусторонним. Как будто с чем-то неизведанным, огромным, всеобъемлющим, красивым. Это, конечно, один раз лучше почувствовать, чем сто раз услышать. Но я пережила нереальные эмоции, когда я увидела это небо и просто ощутила себя на гранью между реальностью и каким-то потусторонним чем-то. В общем, это очень круто. И, конечно же, мы взяли пенки, это было в программе нашей, мы собрались и поднялись на вершину. То есть там подниматься буквально по лестнице, поэтому там буквально собираться, это одна минута. Поднялись на вершину. У моего друга как раз был на этот случай плейлист целый заряжен. Он там накидал какой-то музыки специально для просмотра Млечного пути, какое-то пианино. Эта музыка настолько круто попала в это состояние, что мы лежали и рассмотрели часа два. В это небо. И это было просто захватывающе. Ребята там, я уже в какой-то момент пошла спать. Ребята насчитали там, по-моему, 120 что ли нападавших звезд. То есть мы лежали, смотрели падающие звезды. И это было нереально красиво. То есть ты лежишь и медитируешь, и думаешь. И этот космос, он просто тебя засасывает в себя. То есть ты смотришь в это небо, и вот он просто, ты растворяешься в нем. Оно тебя реально засасывает. И плюс еще музыка, которая, вот это музыкальное сопровождение, оно было очень кстати. Вот. Ну я, конечно, там пролежала тоже, наверное, часа полтора, может быть, чуть больше, меньше. Я не помню, уже пошла спать. Вот. Спустя какое-то время я не могла, конечно, уснуть, потому что я, опять же, боялась медведей даже на вершине горы. Вот. Каждый шорох это был каким-то просто концом света. Потом уже пришла спать рядом Катюха, и я, ну, сплю и такая, ну, все. Я устала бояться, я больше не хочу бояться, пусть меня сожрут. Я уже просто устала бояться. И улегла, уснула. Вот. Ночь усполась очень хорошо, крепко, и, в принципе, ничего плохого и не случилось. Мы всего боялись зря. Да, кстати, многие скажут, что, типа, вот, медведь, конечно же, он заберется и на вершину горы. Там, ребята, я это все прекрасно понимаю, что медведь не заберется хоть куда-куда ему надо будет. Но это был просто обман для мозга. То есть мы так себя успокаивали. В нашей картине мира было так, и нам было успокоено. Нам главное было просто успокоиться, потому что нам реально очень сильно боялись. Хотя, сколько бы нам там не говорил Кузя, который имел дело на Алтае с медведями там уже кучу раз, и он говорит, да не выйдет здоровый медведь к человеку, да не выйдет медведь к человеку, все нормально, не бойтесь. И мы тоже это прекрасно понимаем. Я видела недавно тоже объявление, что у нас вроде как на Южном Урале последний раз нападение медведя на человека было, ну, лет 10 назад. Но все равно этот страх, этот есть животный какой-то страх, что что-то может случиться. Поэтому мы так себя успокаивали просто. Следующее утро было просто офигенно сказочным, потому что открываешь палатку, там ты видишь обалденный пейзаж, обалденная погода. Время 7 утра, я встаю обычно раньше всех, потому что, ну, у меня на природе как бы обычно сплю плохо. Вот, и как бы раньше всех просыпаюсь и хожу там шарахаюсь как медведь. Вот, я взяла пенку со спальником, вышла из палатки, потому что было уже жарко, решила продолжить там лежать под солнышком. Уже, может быть, думала усну, уже на камнях, снова прониклась энергия горы, помедитировала. Эта энергия просто, ребята, она реально исцеляющая, она исцеляющая, вот реально как сердечную чакру. И это было просто круто. Там реально надо пару раз вот полежать на этих камнях, чтобы понять, о чём я говорю. Но официально это один из самых крутейших походов за последнее время. Потихоньку проснулась, проснулся Кузя там внизу, он поставил палатку внизу, кстати, потому что он там не боится медведя никаких, он вообще там чуть ли не в гамаке спал. Вот, а потом уже, уже чуть ближе к обеду, Катя проснулась. Вот, и, значит, приготовили завтрак, покушали, потом поднялись, собрали палатку, и к этому моменту на вершину горы заехали где-то штук 15 мотоциклистов, которые потом сломали лестницу, и на вершину горы там подниматься теперь хрен знает как. Ну, там есть подъём, но он очень стрёмный, он каменный, то есть он небезопасный. Вот, по нему я, по крайней мере, не рисковала подниматься, однако, ну, потом уже люди поднимались, спускались по этому страшному подъему. Эти мотоциклисты, которые сломали лестницу. Затем мы пошли собирать чернику для своих родных, для друзей. Вот, там, потому что вот рядом с этими каменными лабиринтами там, опять же, целые поля черники. Я успешно, конечно же, испачкала в этой чернике штаны, потом кое-как оттёрла, слава богу. Вот, и мы встретили, опять же, на этой вершине потом ещё своего друга, которого я, по крайней мере, не видела сто лет. И вот самое офигенное место, вот в глуши, в какое-то, ты встречаешь кучу народу, кучу людей, каких-то знакомых старых, происходят какие-то там события, что-то ещё такое. В городе такого не происходит, и это тоже очень интересно. Вот, ну и, соответственно, этот наш друг был на машине, он был ещё там с компанией, и мы поняли, что обратно, похоже, мы тоже не несём рюкзаки, а тоже едем, потому что они нас благополучно подхватили. Обратно мы опять ехали на, тоже на машинах, которые просто дребезжали. То есть обратно мы ехали, по-моему, на УАЗике, искать, прямо на УАЗике, который такой, знаете, старенький, прям вообще старенький, а как нам потом сказал водитель, он прям чуть ли не военный. Вот, и это, когда мы ехали по камням, это было что-то, там просто всё мигало, я думала, этот УАЗик просто развалится, однако это столько удовольствия, столько счастья у водителя вызывает, когда вот это всё мигает, там из капот дымится, они, вот это да, вот это поездка. Да, это просто так круто. Ещё он такой говорит, да, это ещё чего, вот мы недавно, говорит, ездили, у меня, говорит, было по пояс воды, говорит, я ехала, рядом, говорит, плыл вот этот ваш друг, говорит, плыл рядом и показывал дорогу, говорит, перед машиной, вот это, говорит, была поездка. Ну и, соответственно, мы доехали до Сухуати, и там уже, то есть, ну всё, уже вернулись домой. Такая вот выдалась поездка, которая прям по сердцу, по душе, что я решила даже записать видео, рассказать о ней, чтобы она запомнилась, и мне запомнилась, чтобы я потом пересматривала это видео, и вам запомнилась, и чтобы вы тоже знали, что такие места классные у нас есть, чтобы, может быть, кого-то завлечь тоже в путешествия, вдохновить, чтобы люди больше оказывались, проводили время на природе, а не в городе, потому что это очень круто, и всегда, я считаю, что надо вылазить на природу при первой повышшейся возможности, потому что она нас исцеляет, направляет и расширяет наши границы. Надеюсь, что вам видео понравилось. Если понравилось, ставьте лайк, я буду очень рада. Благодарю вас за внимание, что послушали эту историю, и всем желаю хороших путешествий.